Добрый день! В эфире публичная библиотека. Наша постоянная рубрика Мастерская на книжной полке. И я, ее ведущая, Алена Расчектаева, сотрудник библиотеки. Мы сейчас немножечко подождем, когда к нам присоединятся наши читатели. Я поздравляю всех, всех, всех с первым июня, днем защиты детей. Это так удивительно, вчера еще была весна, а сегодня все проснулись раз, и лето. Я пожелаю, чтобы лето было теплым, было добрым, было воздушным, как легкие одуванчики, чтобы все получалось этим летом, чтобы все удавалось, чтобы было вдохновение, чтобы читались книги, чтобы создавались прекрасные вещи. Берегите своих детей. С праздником! С первым днем лета! Впереди целая жизнь. Ведь лето – это маленькая жизнь. Ну, у нас уже много собралось. Я всех приветствую! Сегодня мы делаем открытку в технике скраббукинг книжки на веснушке. Значит, сейчас я переключу камеру, и мы начнем с вами создавать прекрасные. В процессе просмотра мастер-класса можете задавать вопросы, я на них с удовольствием отвечу, ну и, может быть, спрошу у вас еще что-нибудь. Я переключаю камеру. Вот такую открытку, летнюю, яркую, легкую, мы сегодня сделаем за полчаса. Вот такая открыточка у нас получится. Для основы нам понадобится заготовка 10 на 15. Я взяла цветной лист карт-стока дизайнерского. Добрый день! Всех с праздником, кто к нам присоединяется! Я очень рада, что вы смотрите нас. Лист карт-стока 10 на 15 пробегованный, сложенный пополам. Основа для нашей открытки. Яркая, солнечная, удивительная. Благодарю! С первым днем лета! Вчера была весна, а сегодня раз и лето! Дальше мы начинаем составлять наш бутерброд. Открытка у нас многослойная. Она состоит из нескольких слоев. У меня здесь есть и кружево, и вырубка, и бумага ручной работы. Бумага ручной работы нашего сотрудника Татьяны Шапкиной. Если очень хочется научиться делать такую бумагу, находите мастер-класс по ней на нашей страничке. Создавайте такую бумагу и делайте свои дизайнерские вещи. Разбираем нашу заготовку и начинаем с самого начала. На первую страничку и на последнюю страничку мы клеим два кусочка скраб-бумаги. Бумага двухсторонняя. Можно всегда выбрать любую сторону, какая больше нравится. Мне больше нравится вот такие досочки. Имитация деревянных досочек. Используем в работе клей-момент. Также помним, что если мы работаем с детьми, обязательно проветриваем помещение либо используем клей без запаха. Промазали хорошенечко. Да, бумагу делать такую самостоятельно очень интересно. Я сама была на мастер-классе у Татьяны. Мне очень понравилось. У меня даже есть запасы этой бумаги. Я ее использую и в альбомчиках, и в открытках, и в закладках. Даже добавляю немножечко в декупаж. И наш первый слой мы делаем чуть-чуть поменьше, чем основа. То есть, если у меня идет основа 10 на 15, то первый слой я сделала примерно 9,5 на 14,5. И так же мы приклеиваем вторую корочку. Открытка у нас за счет нескольких слоев получится плотной. Она будет хорошо держать форму, быть такой весомой в руках. ее будет интересно разглядывать за счет того, что будет много интересных мелких деталей. Основу мы сделали. Если кажется сложным составлять какие-то композиции, кажется, что не получится, что не знаю, как делать, на самом деле не бойтесь. Я сама начинала с этого, тоже у меня ничего не получалось, я и психовала, у меня доходила до слез. Потом я регулярно хожу, посещаю, так сказать, мастер-классы, какие могу, и учусь у мастеров, слушаю, смотрю работы, вдохновляюсь. И потом просто нужно на самом деле брать и делать, брать и делать, делать, клеить, резать, ничего не бояться. И процесс этот не нужно контролировать. Вот просто как книгу берете, читаете и получаете от нее удовольствие. Также здесь взяли, приклеили, поскладывали два кусочка бумаги. Она тоже идет двухсторонняя, мне нравится вот такой летний фон, он яркий, красивый, со всякими цветочками, с растениями. И вот такой более спокойный. То есть мы обязательно в работе чередуем спокойный фон, активный фон, спокойный фон, активный фон, чтобы у нас не было слишком яркой пестроты. То есть мы можно сделать более спокойный повыше, сверху мы накладываем более яркий фон, активный. Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Вот такая у нас получается. Сейчас немножечко поправлю, чтобы было видно хорошо. Берем и клеим. Можно составить сначала композицию, а потом придерживая пальчиком, приподнимая кусочки бумаги ее проклеить, а можно склеивать сразу. Давайте тогда мы с вами составим композицию, вы посмотрите, а потом мы ее склеим. То есть мы взяли бумагу, потом у меня есть вот такая вырубка из старого словаря, мы его подкладываем под первый цветной слой и у нас уже получается многослойность. Дальше вырубка папоротник зеленая, сочная, яркая. Мы располагаем вот здесь, например, и этот чуть-чуть пониже. Есть у меня еще вот такая вырубка листочек алоэ. Можно сейчас ее поприкладываем, где нам больше понравится, там мы оставим. Дальше бумага ручной работы и сверху тег. Вот, кстати, смотрите, если мы активная бумага, активная бумага, мы прикладываем наш элемент и у нас немножечко работа сливается. А если, например, брать вот такая есть у меня картинка, то уже смотрится совсем по-другому. Вот с таким листочком и бумажным буквенным фоном тоже прекрасный вариант. Жук. Вот жук у нас, они одна и та же бумага, то есть, если я положу ее сюда, жука будет видно, а фон вокруг него сольется. И чтобы было видно хорошенечко нашего жука, мы делаем под него подложку из спокойной однотонной бумаги. Кладем и пожалуйста листочки. Листочки какие? А, вот эти вот, которые зелененькие, вот эти вот зелененькие листочки, это вырубка. Это вырубка. Есть вот такие вот ножи, они многоразовые, есть для них специальная машинка, прокатывается, как собирается такой бутерброд, кладется лист бумаги, сверху нож, прокатывается через машинку и получается вот такая вот фигурка. Ножей очень много, дизайнов очень много. Я собираю ножи, которые связаны с чтением. У меня есть книжные ножи, форму книги вырубают, есть какие у меня, сейчас сразу не вспомню, но у меня все, что можно присоединить для нашей работы. Фоновые штампы я очень люблю с текстами, с книгами. Вот, если нужна будет такая вырубка, пожалуйста, обращайтесь, сделаем. Вот эту бумагу я брала однотонный картсток, дизайнерский картон, а вот эту бумагу я сфокусирует, нет, я ее раскрашивала сама сухими пигментами, чернилами. То есть даже у одного ножа могут получаться всегда разные вырубки. И вот, если мы взяли отделили его цветной однотонной бумагой, и у нас уже работа смотрится совсем по-другому. Можно оставить жука, можно оставить лето. выбирайте какая больше нам картинка понравится. Мне нравится жук и мне нравится лето. Жук мне нравится потому, что мне нравятся жуки, а лето тут есть надпись, тут есть текст. И между слоями мы добавляем кружево. Летняя такая кружевная салфетка добавили. где можно купить ножи. Ножи продаются в интернет магазинах по рукоделью. В нашем городе есть несколько интернет магазинов. Поищите через интернет купить ножи для вырубки. Либо напишите мне, я потом отвечу вам в личку. С летом. С летом. Да, хорошо. Татьяна, мне тоже очень нравится лето. Значит, добавили мы салфетку лето, однотонную бумагу. Потом мне нравится вот такая фишечка с птичкой. Мы добавляем вот сюда на уголочек птичку и создаем дополнительный слой. Вот такие вот есть у меня цветы. Сама машинка для вырубки. Сама машинка для вырубки тоже есть. Они есть разных размеров, разных фирм, разные цены. То есть выбор есть. Это тоже все в магазинах для рукоделия. Мне хочется желтого цвета. При желании конечно можно выбрать какой вот например цвет. Почему-то мне хочется желтого. Синий нет. нет. Вот такие вот есть желтый зеленый. То есть мы цветочек складываем. Можно например сделать вот так вот. То есть мы его распрямили, положили на нашу картинку и сверху придавили фишечкой. У нас такая получается ромашка. Мне больше нравится вот такой вариант. когда мы кладем фишку цветочек мы складываем пополам и мы его аккуратненько подсовываем под саму фишку. То есть у нас все наши материалы между собой дружат. Они собраны в одну композицию. Не каждый элемент сам по себе отдельно, а именно они скомпонованы. Их хочется рассматривать, приглядываться и искать разные мелкие интересные детали. и еще мы добавляем немножечко цветочков. У меня есть вот такие цветочки на проволоке. Проволоку можно срезать, а можно например взять стержень от ручки. Мы накручиваем на эту ручку цветочек, снимаем и у нас получается вот такая пружинка, как такой завиток. И мы располагаем вот рядом с птичкой нашу композицию. Два беленьких цветочка также накрутили, приложили и вот такой вот у меня есть голубенький. У него тоже тут есть пружинка. У нас целая лиана получается. И птичку видно, птичка у нас в цветочках. Вот такая работа. Теперь мы клеим. Клеим. Значит, какие-то я буду приклеивать элементы на клей-момент, а какие-то объемные я буду приклеивать на клей-пистолет. Я разбираю снова всю композицию. Память у меня хорошая. иногда бывает. И приклеиваем. Идеально миллиметр в миллиметр как было раньше попадать. Можно, конечно, делать отметки карандашом, но я просто беру и клею. Вклеиваем наш текст. Делайте сегодня открытки. Так, я немножко промахнулась с клеем. Не там намазала. Ладно. Клей-момент потом можно убрать легко ластиком после высыхания. Он скатывается. Дальше приклеиваем наш папоротник. Очень люблю папоротник. Можно, чтобы края вырубки немножечко заходили за край нашей работы. Это придает движение композиции в открытке. То есть, таким же способом можно создавать не только открытки. Можно брать более большую основу, например, 20 на 20, 30 на 30. Можно сделать страничку для фотографии. Можно сделать маленький альбомчик. Смотрите наши мастер-классы. Мы вам про все расскажем. Приклеиваем наши бюджета на бумагу. И теперь будет самое клей-пистолет. Обязательно работаем с ним очень аккуратно. Бережем пальцы. Обжигает он очень может. нанесли буквально в нескольких местах. Можно, конечно, клеить на клей момент, но тогда больше уйдет клея. Прикладываем. Бережем пальчики. Лишний клей, который к пальцам приклеивается, убираем. Практически все. Также клей наносим на наш элемент. Придавили. Готово. Все будем клеить на клей пистолет. Капельку клея. Цветочек. Вдохновляйтесь красивыми открытками. Создавайте свои работы. Никогда ничего не бойтесь. Не ищите чего-то идеального. Все работы, какими бы они не были, на ваш взгляд, ровными, неровными, все всегда достойны уважения и интереса, потому что это сделанная своими руками своя работа. Ручная. И добавляем цветочки. Мы их прям прижимаем плотненько, немножечко наслаиваем, друг на друга накладываем, чтобы они у нас не были каждый сам за себя. Можно, например, вот сюда добавить цветочек. сюда пусть будут здесь все вместе. Вот они пружинки, цветочки. Готово. Первая часть. Декорируем корочку. также у меня остатки бумаги с этого же набора. Здесь тоже все просто приложили. Немножко клея. Сделали композицию. Добавили ноток. Ноток. Так, нотки можно чуть-чуть даже под слой, чтобы было интересно, чтобы были слои сложными. Так, и мои любимые папоротники. Вот такой вот у меня папоротник. Смотрите, вдохновляйтесь, делайте открытки, выкладывайте их в комментариях под этим постом. И все-все, кто сделает сегодня по мастер-классу открытку, все от меня получат от мастера сладкий приз. Я очень жду ваших работ. Если нет такой вырубки, придумывайте из того, что есть. Можно взять детскую аппликацию, можно вырезать самостоятельно, можно распечатать в интернете, раскрасить, вырезать, можно взять настоящий листочек, высушить его. Придумывайте. Я очень жду ваших работ. Тут я немножко скривила. Оторвали, добавили клея. и снова приклеили. Я еще раз всех поздравляю с праздником, с первым июня, с первым днем лета. Пусть лето ваше будет теплым, жарким, легким, кружевным и воздушным, как наша с вами открытка. Внутри мы делаем вот такую вот вклейку, добавляем на чем можно будет написать текст. Можно оставить, например, зелененькую сторону, можно оставить желтую. Какая сторона больше нравится, зеленая или желтая? Я думаю, наверное, зеленая. Оставляем зеленую, мы ее промазываем просто сверху. Если, например, промазать по трем сторонам, то у нас еще получится конвертик. конвертик. Давайте сделаем конвертик, в который можно будет что-нибудь спрятать. Приклеиваем. Здесь пишем, а сюда прячем. Удобно очень. И теперь мы добавляем на нашу открытку веснушки. Легкие, золотистые, красивые веснушки. Для этого я использую вот такие вот желтые. Уже получилось зеленые. Поздно. Я неправильно приклеила. Пока еще клей не схватился. Сейчас мы переклеим. Перепутала верх и низ. Бывает такое. Обязательно делайте себе отметки где вверх, где низ, чтобы не отрывать и потом не приклеивать заново. С другой стороны все можно исправить. Были бы краски, клей и желание. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит. Вот наш конвертик. туда можно спрятать фотографию, спрятать какое-нибудь маленькое пожелание. И добавляем веснушки. Можно использовать акриловую краску, развести ее водичкой немножечко до густоты сметаны. У меня вот такие вот спреи цветные. Они идут с перламутром. хорошенечко взбалтываем их. Обязательно прикрываем рабочий стол, чтобы брызги краски попали только на открытку, чтобы потом не отмывать. Я просто скручиваю колпачок и легкими постукивающими движениями я наношу краску. Здесь ее будет видно перламутровые после высыхания. Очень хорошо. Сейчас пока они бесцветные практически. Их не видно. Но после высыхания получится вот так. Тут у меня три цвета смешано. Два перламутровых и один винтажный матовый. То есть у нас будут веснушки веселые. А скажите мне вот такой у меня есть к вам вопрос. Какой автор у вас больше всего ассоциируется с летом? Вот лето пришло и вот кого хочется прямо почитать чтобы узнали много нового. Я очень рада что узнаете много нового что вдохновляетесь. Мне очень приятно. И также мы добавляем тоже слегка постукиваем это уже идут у меня коралловые. Вот они небольшие брызги. Какой автор больше всего ассоциируется с летом? Для меня это Крапивин. Владислав Крапивин. Я обожаю его книги про мальчишек, про девчонок, про жизнь, про лето, про одуванчики. Какое у вас? И вот такой вот желтый винтажный спрей. Тоже его хорошенечко взболтать. Если нету таких спреев, используйте акриловую краску. Можно использовать акварельку, но они получатся гайдар. Кстати, да, Татьяна, гайдар тоже мне очень нравится. Рыбаков кортик бронзовая птица. Отлично. Вот такие вот у нас получились желтые брызги. Также потом, когда высохнет, я сейчас брызгать внутри не буду, чтобы здесь не смазать. После высыхания также побрызгаем внутри и вот здесь. Сейчас они капельки крупные, объемные. Вот. Сейчас я камеру переключаю. Вот такую открытку летнюю мы с вами сделали своими руками. Я еще раз поздравляю с началом лета. Мечтайте, путешествуйте, пусть даже в наш такой не самый однозначный 2020 год не все зависит от нас, но все равно путешествовать даже можно не выходя из дома. Заходите на наш портал, заходите в наши социальные сети. У нас очень много интересного для вас подготовлено. Читайте, узнавайте. Мы вас очень любим, мы очень сильно по вам скучаем. Я вас благодарю за внимание. Помните, что создавая прекрасное, мы немножечко меняем мир вокруг себя в лучшую сторону. Ваша публичная библиотека ГОЛbilan ГОЛБА